Странное удивление, поскольку команда играет перед своей публикой И возможно, ну, по крайней мере, опасный момент возникает Гончаров, выручает свою команду И вот так вот, все шло вроде бы спокойно Ничего не предвещало угроз воротам армейцев И откуда ни возьмись, возник в районе угла вратарской площади Полузащитник Йо Теса И он отправил мяч в ворота Гончаровый счет стал 1-0 в пользу Мольде Очень это неприятно, поскольку самое начало тайма Вроде бы все складывалось в пользу ЦСКА А передача-то делал вышедший на замену 16-й номер Магне Хосет И очень грубую ошибку, первую Пожалуй, в этом матче серьезную такую ошибку допустили армейцы в центре обороны Поскольку бил по воротам вот тот самый 9-й номер Люн Которого очень плотно и строго должны были охранять центральные защитники Армейцев, Варламов и Боков И как же это так, они не разобрались в районе 11-ти метровой отметки И позволили Люн был совершенно к воротам соперника И все-таки попытаться ударить Не получилось, но атака армейцев продолжается Очень неверное решение принимает Кто же это был? Холли, по-моему, это был И если он сейчас получит желтую карточку, вторую А основание у Гарри Уэлдерда есть для этого Так вторая же желтая карточка, неужели удалим ее? Да Вот это значит опыт Я прошу прощения за то, что я постоянно возвращаюсь вот к этому Но как же так, ну 1-0 проигрывает твоя команда Которая близка к тому, чтобы выйти в следующий круг Квалификационного раунда Лиги Чемпионов Игрок вступает в абсолютно неоправданную обводку Поскольку фланг никто не страховал И в случае потери не включения в атаку Ну и отходить назад, помогать своим хавбекам И главой удар пока зарабатывают норвежцы В любом случае это может быть опасно Морьк навешивает штрафную И некоторая суета возникла Дальний удар Гончаров должен выходить и кулаком играть Неудачно он это делает 2-2-2-0 Счет становится в этом матче И 2-2 по сумме двух игр Посмотрим еще раз повтор Гончаров начал суетиться, как мне показалось Уже вот здесь, с самого начала Такое скопление игроков Идти просто самоубийство для вратаря И вот здесь Гончаров идет на огромного Люнда, который выше Гончарова Примерно на голову И не сумел дотянуться до нича Гончаров Не сумел сыграть кулаком Промахнулся И не помогли своему Галкиперу Сощитники Вот смотрите Вот в этом В той самой точке Куда отскочил ночь Там было 3 норвежцы И лишь один игрок ЦСКА Данильберг Хеста Чан владеет Но определить так или это Или Это неверное утверждение И крайне сложно Поскольку Ну просто по пальцам Можно насчитать удары армейцев Створ ворот норвежской команды Провал в обороне Очередной И три Против одного Выходит норвежцы Три ноль Магный Хосед Отличился Футболист Вышедший на замену Да У норвежцев Безусловно Не больше опыта Чем у ЦСКА Участие в матчах Такого Уровня Но вот Выходит человек На замену Делает результативную передачу Сначала я имею ввиду 16 номера Хоседа А затем и сам Отправляет мяч в ворота ЦСКА Ни в коем случае Нельзя оправдывать Вот такие действия Армейцев в обороне Отсутствием Одиннадцатого полевого игрока Да Марек Холли допустил Очень серьезную оплошность Не имел он права Так действовать в том эпизоде Который привел К во второй желтой карточке Тренер норвежцев Эрик Брагстад Как мне кажется Заманил армейцев Тактическую ловушку Все ожидали натиска Мощной игры Норвежской команды В первые Минуты матча Это не произошло Более того Норвежцы даже отдали Инициативу Армейцам Еще один опасный момент В штрафной площади ЦСКА Завершается Взятием ворот 4-0 Мольда Впереди В матче На своем поле Против ЦСКА Ну просто уже не успевают Защитники Армейцы За футболистами Мольда И снова Эпизод разыграли Двину до логического Завершения Футболисты Вышли на замену Прекрасный пас Пас на своего партнера Странда Выполнил Магне Хосов Затем Подключился в атаку Открылся под передачу Партнера Оказался совершенно свободным В штрафной площади Армейцев И на силу пробил Гончарова Галкипер Армейцев В этом случае Помог своей команде Вряд ли мог Угроков Так что предсказать Победителя Третьего Квалификационного Раунда Будет крайне сложно И очень жаль